господа и примкнувшие к ним дамы здравствуйте это по-прежнему канал который называется instagram вот с евгением собрались довольны собой своим обедом и женой как говорил классик но речь сегодня пойдет не об обеде не о жене даже не о нас а вот такой вот представительница желтых я не знаю как рассказать о водке которая называется никита безглютеновой лобби да который на которой прямо написано что сто процентов чистая без сахара без глютена без глюкозы без клецерины и мы создали нашу водку исключительно из кукурузного спирта наивысшего качества и чисто артезианской воды а еще хенд крафт это на рашу то есть вручную главное крафт это божечки ну все воды вот эти вот та 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 мы уже пришли к выводу что это на самом деле не она не желтая это бутылка желтая то есть водка скорее все внутри белая здесь еще одна леденящая душу история вернее история которая должна заставить нас гордиться производителем этой водки потому что он пишет что мы верим что настоящая водка должна быть абсолютно чистой и прозрачной без сахара кстати как сахар влияет на прозрачность мне понятно глюкозы и других добавок вот почему мы создали для вас эту уникальную водку никита латиницей для вас ребят для вас исключительно из кукурузного спирта и артезианской воды кукуруза это золото юга россии со времен никиты хрущева и кукурузный спирт в россии вероятно лучший в мире попробуйте водку никита и почувствуйте настоящий вкус чистое удовольствие и наслаждайтесь самим своим напитком ну естественно же не понятно почему никита про кукурузу и тут он кукурузина но у шуга но у глютен артезиан water и он ли корн спирт только кукурузный спирт но и состав вода исправленная и спирт этилы выректификованы из пищевого сырья люкс куках кукурузы все больше ничего изготовить элекционерное общество велико устюгский ликероводочный завод вологодская область великий устюг а водка вакцина была великого устюга я не помню откуда была водка но это водка выпущена 20 06 то есть в июне месяце достаточно тоже наверно свежа как я понимаю и водка нам досталось благодаря там благодаря собственно говоря владу смоленской который нам к новому году прислал посылку сказал ребят это вам хотите пишите обзор хотите просто выпить и но типа как в подарок разные вещи попробовать вот в числе прочего приехала и вот это вот водка не но я так скажу что допустим на полке бы глаза в глаза мне кажется она выбросилась да такая ну ты знаешь мне единственное они они очень много такой знаешь как будто ориентирован прямо на запад вот это вот никита корн вот когда тогда вот почему этот текст по-русски давайте уже туда все по-английски лупите и ну ну мне так кажется ну чтобы вскрывать никитушку доигрывали историю с крушевым маркетингом бутылку форме ботинка я же не кстати хотел я был скетч родился под эту водку надо было знаешь мы сидим с тобой за столом и вот пиджаках в этих и ботинок по столу сша я вам покажу кучки ну мать вот она я потом решил что не буду сать вот сзади если посмотреть хорошо тогда початочка да он и и спереди кроме она видно что вот кто там занимался дизайном этикетки дизайн красивый да по крайней мере в глаз бросается глазу приятно не желтый стекло желтая конечно водка будет белая нам там недавно писали вы долго балаболите в начале быстрее приступайте к тексту идите лесом кто это писал серьезно любят знаете почему мы вы можете вот такие вот вещи из разряда как нам записывать наши подкасты не рассказывать ну что понюхаем да хорошо то ну водяркой подятки водярочкой прям вот именно водки пахнет не пока что по запаху это скажу что маркетинг более приятно глазу чем запах а что ты там хотел но запах бурбона или что поймать нет ну я хотел как бы меняет вода что-то хотел русского склад так спирт вода хочу тут хотел уже нюхать нечистые росы не ну свинки вообще что то есть такой спиртовой к чести она вот когда начинаешь пить кажется что сейчас ой как жестко будет а потом она как-то так насылка водка все-таки есть немножко легкая сладость есть ну я хочу сказать что не сказать что шедевр на недурственно ну прям вот чтобы сказать что прям хорошо не знаю но и сказать что это плохо я не могу ну да наверно такое зашла ну вот с таким прикосом интересными творил сначала она первая когда на язык попала было ощущение что сейчас она начнет тебя вот фигачить и вдруг ты это клоп и она так это вот и и не успев до развернуться и прошло не знаю у меня такие же ощущения фактически потому что она как бы знаешь что вот вроде как бы запах немножко такой то ли давно водки просто не пил что он такой вот пьешь бац а потом это вроде мягкой проваливается и пошла сладость такая типа ну не солодовая наверное нет сластинкой и ластинкой именно вот чуть-чуть есть но это наверное от кукурузы уже хотя там сколько там от этого изначального сырья достается достается при собственно говоря производстве спирта я не знаю сахара ничего нету неплохо наверно пока пока ну что вторую выпиваем что ли получается надо как-то проверять что с ней делать дальше слушай отсюда вообще как-то такие вот она сейчас мне выпилась такой почти водой водой со спиртом но я честно я четко различаю наличие в ней спирта да но я не могу сказать что она какая-то спиртуозная в плане того чтобы знаете пошел спирт тебе шарашил да то есть для нее нету такого то есть она и не какая-то разобранная на компоненты вот вода и спирт вроде неплохой спирт неплохая вода как они не поженились ну и запах еще запах такой вот именно водярки да 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 водяркина если вы понимаете разницу между водяра и водки он запах ближе к водяре хотя общий заход и прочее ну нормально но интересно вопрос только сколько это стоит интерес потому что мы расслуживаем но я был забил я сейчас сегодня что лада не спросил из головы вылетел еще во время обзора не начнешь паузу делать я был забивал где-то на воин стайле я нашел что в районе 400 рублей российских не только 420 не так уж и плохо за нет учитывая вообще все замороты желтым стеклом с красивым дизайном да не проще то есть я верю в то что эта бутылка там стоит на 100 рублей дороже обычной водки потому что люди здесь есть за что заплатить но она красивая но она красивую она реально я честно хочу сказать вот такую водку я не про вкусовые сейчас качество именно вот когда-то мы с тобой помнится спорили об этом из-за этого ролика ж не вышел потому что я там надрывался сейчас я понимаю что наверно прав что с точки зрения кого-то подарка это наверно прикольная штука ну да они того что человек такого по крайней мере за этот подарок будет не стыдно это сто процентов ну по крайней мере что человек такого не видел а если она это очень необычно там вот но подарочной картонной упаковки виде початка образно или там еще чего-нибудь если это есть в какой-то виде вот это вот початка такой рожать типа кукурузина как матрешка где эта бутылка под фантазии понеслась даже просто вон какой-нибудь этот пакет для алкоголя да она даже так вот она сделана она сделана круто все и пробочка тут ты знаешь но все-таки вот я еще возвращаюсь твоим нелюбимым акцизом то есть и российской аксессы идет на пользу потому что наши бы приклеили вот так нашим еще более того они будут эти вот красивые над коне и закрыли а здесь он наклеив сбоку и здесь считается за здесь акциз наклея ну вот чуть-чуть кукурузку захватил но это ничего страшно можно было вот-вот-вот сдвинуть но все читается все видно ничего никому никто не мешает ну в целом я пока не разобрался со вкусом водки они что-то меня это меня сомнения меня обуревают с одной стороны неплохо с другой стороны как-то странно не знаю я так тебе скажу что и по бокалу и по рюмке то есть иногда вот бывает водки которые вот так который вот тогда который они вроде где-то так они она и неплохо но не сказать чтоб сильно хорошо ну дальше такой какой-то но это есть это даже как я всегда говорю нормально пить можно как вот было с этой чупанча водку у нас было нормально пить нельзя ну я бы это ничего больше да но это но это тоже ничего это это же не градация нормально пить можно мне туда не получше это получше ну то есть я не но давайте так это не наши там классические 5 баллов которые типа из разряда ну что типа ну вот это можно еще купить не это наверно получше но насколько я не могу понять ладно давай мы еще с 3 выпьем и мы поймем насколько парадокс этой лодки она чем дальше тем интересней заходит да вот первое мне заход не очень понравился вообще у меня был какой-то непонятный во рту как она играла со второй она зашла мягче это раз как-то разворот в этот раз у меня такое чувство что она как и как из какие уже соединяется в напиток в какой-то ну вот третья зашла очень хорошо не провалилась нету не в нос нету у тебя не выхлопа нету ничего но единственное вот привкус спирта как бы отдельно существующие но то водки он есть но хотя с другой стороны это чистая спирт вода чем мы хотим то возможно особенности кукурузного спирта конечно легкая сладость все равно я остаюсь вот как бы вот помнишь этот самый консул по моему оставлял такую вот ну там заявлен клиновый сироп насколько я помню а еще этот самый помнишь жене водка в которой нету сиропа но она оставляла сладость это но был дир олень этот благородный из гродно помнишь он только в олене тоже было такое вот что-то вот похоже наверное наверно на оленя больше похоже только оле и кстати он тоже был непонятный по заходам он то одна рюмка заходила то не заходило то очень хорошо заходила непонятные короче ну надо подводить какой-то итог к этому всего ты знаешь несмотря на то что мне вначале ролик не совсем понравился запах ну третий югурюбки обсказал что типа ну не норм причем это не норм на уровне чупанчи как было в ролике даже типа но ее можно пить это достаточно но и красивый и в меру вкусный продукт может если так можно сказать я бы наверное сейчас по себе у меня пока такое ощущение что это значит это водка хорошая но не та водка за которой бы я бегал по магазинам то есть плане каком если она мне попалась я купил да я бы купил но если ее нету в магазине мне поехал следующий даже если я шел знаю что я буду покупать это да я бы не поехал следующий я бы купил ну что-то там допустим что я еще знаю деревеньку потом условно там или столичную или столичную которые кстати а вот если бы я шел за столичные и встретил вот это я бы наверное пошел дальше возможно вот такой это водка такая ну как я не знаю ладно сейчас мы поговорим про свадьбы банкеты и прочие ритуальные действия будем с евгением выставлять оценки вот с этой водкой я хочу чтобы никто из нас оценку не произносил заранее чтобы с тобой вот на счет 3 оба сказали цифру потому что мне мне очень интересно тут можно начать наши с тобой соглашательство от любимая очень интересно но давай сначала еще такой нюанс в принципе можно ли это куда-то вот брать на какие-то такие глобальные ты знаешь это наверное та водка которая если мы еще доедем нашей соседней страны которая будет куплена там ну в подарок ты знаешь да что и сейчас я не буду сейчас говорить вот то есть это вот это вот наверно да потому что это как минимум это необычно и как минимум это то что вот по вот эти вот сладостям остаточным по каким-то там вещам но это она попадает то что нравится этому человеку я хочу сказать честно но это ты имеешь ввиду туда я хочу сказать еще пусть как-то вспоминали уже человека и бабу я хочу сказать что я я тут смотрит внимательный канал да я хочу сказать что я бы может быть тоже себе несколько бутылок прикупил в плане того что кому-то вот ну в подарок подарить не потому что тут сверх какое-то качество напитка нет это просто хорошо оно неплохо и ну то есть мне не стыдно за содержимое быть и мне честно говорю мне очень в душу запала бутылка выглядит офигенно и я допустим вот пару людей знаю которым мы с тобой дарим обычно людям водку то есть все у всех принято дарить как коньяки вискари а мы же не две принципиальные сволочи которые людей учат тому что водка это тоже алкоголь причем презентабельный алкоголь который можно дарить и который может вызывать у людей эффект вау да и вот мне кажется вот эту водку ее можно подарить это дозначно можно дарить особенно тем людям которые пьют много водок и много разных водок то есть как минимум даже не особо пьет а просто вот ну выпивает иногда и этим людям тоже у них вот прикинь ты вот подарил у нас беларуси такого нигде не найти вот подарил человек он поставил все еще к нему гости пришли он такой на стол хлоп все такие у вау а если еще старшее поколение которое родилось при хрущеве это вот прочитает еще сразу ну ты достаточно реально бутылка это необычный человек такой ох нифига себе желтая водка да не может быть желтая потом хлопа набил бутылка желтая а выглядит красиво кукуруза никита все все это а про хрущева ну а теперь давай насчет 3 оценку а можно ли на корпоративы банкеты братья что это это если позволяют деньги то есть как бы пожар очки с банкета будут огонь кстати да просто я к тому же почему там корпоративы свадьбы там мероприятие и так далее почему это можно брать во первых фотки как-то правильно сказал а во вторых не бойтесь что здесь написано кукурузный спирт почему-то всегда кукурузный спирт это вот идет всегда отсылка там у нас не у нас в стране как-то обычно любой спирт кроме зернового кроме пшеницы из меня начинают говорить да ой это что-то там поверьте вы не почувствуете здесь кукурузный спирт я не знаю там возможно какой-то там очень профессиональный дегустатор в слепую хрен разберемся далее он четко определить что это допустим не спирт альфа который у нас вот вот да да видел я обзор профессиональный дегустатор все он на водку ремесло мы свои обзоры смотрел в тот вечер когда мы с вами записали водку ремесло где он там восторгался длинными послевкусиями все но мы с вами только что попробовали это и ну там было не то что он говорит может я же вижу что возможно профессиональный дегустатор совершенно по-другому все это устроено может быть а может же я а именно для бытового уровня то что это есть возможность я расскажу что это не хуже среднестатистической пятибельные водки вот точно я вам скажу это водка не хуже чем любая которую можно пить а теперь насчет 3 1 2 3 7 хорошая водка за свои деньги да ну как бы не дать нельзя все на этом а ну там лайки подписки комментарии помните что у нас телеграм-канал теперь есть еще до телеграм-чат есть а если вы полистаете группу вконтакте вы найдете волшебную ссылку на этот телеграм-чат и ссылка на чат у нас предъявлена в группе она у нас самому в самом телеграм-канале телеграм-канал а есть начаться в закрепленном посте ссылка все но вообще чуть что там и есть даже вот вниз ролик посмотрите там есть на том же ссылки домой одна ссылка и на чат и на канал да мы периодически вылаживаем разный трэш ну будем выкладывать уже что-то выложено к моменту как смотрите может уже больше вот там иногда будет выкладываться то что какие-то новости алкогольного рынка что-то смешное что-то что там кажется смешным все то что мы считаем нужным там обсудить там у нас достаточно демократично там вот и вы сами можете какой-то опрос создать там вот допустим у нас юра из молодечно недавно там опрашивал крот ли обзор или не крови кровь да да то есть после ну пожалуйста там можете подурить но кто хочет кто за эти кто любит стёб дурацкий всякий тому это ведь милости просим дарят потому что в чате там творится всякая знаете там то то евгений кольчуги шьет то олег торты печет короче всякая дичь происходит может быть ваня тоже там не знаю макраме начнет заниматься или никита вдруг садоводство цветочки растить никита разводят кур вот тоже кто хочет посмотреть как никита разводит кур не цыпочка кур мы может заедем в кости вот и снимем ролик мне уже в общем все ребят до новых встреч пейте хорошие напитки и принципе покупайте если увидите водку никита ну можно можно брать смело просто не понравитесь ничего плохого не будет ну да